американская система так устроена что от президента зависит многое но не все особенно если это касается оборонительных тем там много ведомств которые взаимно друг друга контролируют и некомпетентность трампа она не вызывает сомнения он человек не сильно продвинутый в интеллектуальном смысле вполне замещается наличием квалифицированных советников стратегическая идея трампа сделать америку снова великой то есть опять сделать ее мировым лидером в частности благодаря опережающему развитию военных технологий для путинской россии это конечно смерть она не сможет соревноваться отставание усиливалось даже по сравнению советским союзом когда он тоже на порядок отставал в оборонительных технологиях хотя специалисты предпочитают говорить о другом на самом деле было понятно что оборонительные технологии требуют больших вложений и больше технического развития чем наступательные одно дело бабахнуть ракетой и куда-нибудь она и долетит а другое дело засечь ее старт вычислить траекторию за короткое время найти место ее подлета и уничтожить в воздухе то есть система пво требует сложных решений у сша эти решения есть а россия находится в узком коридоре возможностей потому что ничего другого предложить не может она может только совершенствовать наступательную составляющую а наступательная тоже имеет свои пределы как ни крути все эти ракеты летят в космос а если есть развитые технологические методы ее вычисления то с чем бы она не летела ее все равно успевают перехватить а улучшить качество наступательного вооружения это тоже технологическое решение которого нет и не будет это же не атомная бомба которую можно украсть тут требуется не только знания но и базовые технологии которых в россии увы нет так вот начиная гонку вооружений трамп понимает что он обречен ее выиграть для этого не надо быть большим специалистом а путин понимает что обречен ее проиграть что касается геополитических хитростей то это не такая уж и тонкая наука здесь тоже достаточно понимать что из себя представляет путин трамп и так далее думаю что для украинского политического класса который болезненно пережил расчленение страны отделение крыма и войну на донбассе путин как политик переоценивается его слишком сильно бояться это называется пуганая ворона куста боится у путина уже нет ресурса да у него есть еще ресурсы чтобы портить жизнь украине не отдавать крым а на наступление у него ресурсов нет но путин действует так как никто не ждет и в этом его сила никто же не знал что он первым в европе нарушит международные договоренности и границы в числе признанных российской федерации а он взял и нарушил и никто не был готов что крым возьмут и отрежут путин его унес очень доволен собой и не очень понимая что после этого будет украина за пару месяцев успела создать армию и уже на донбассе так не получилось проект новороссия сдулся и никто ничего не смог сделать теперь когда украина существенно усилилась а мировое сообщество готово ждать от путина чего угодно новое обострение ситуации просто невозможно это будет обозначать новый цикл санкций а путин же рассчитывает на противоположное на их снятие он рассчитывает что с приходом к власти трампа открылось новое окно возможностей чтобы договориться а договориться он может только за сохранение статус-кво продвигаться он не может все что он смог сделать на донбасском направлении он уже сделал теперь остается только подливать туда керосинчика чтобы украине жизнь медом не казалось но масштабная операция это маловероятно санкции очень сильно подорвали российскую экономику экономика очень плохо себя чувствует и начинать при этом новую какую-то эпопею это значило бы абсолютное безумие люди тоже чувствуют ухудшения они же все думали что вот после крыма россия станет сильнее русский мир бля-бля-бля и все дела но пока ухудшение жизни можно объяснить происками врагов и пятой колонны но все чаще люди начинают думать а может это у путина не все совсем идеально дмитрий орешкин и и и Продолжение следует...